В Бурятии с 1 ноября могут ввести систему пропуска по QR-кодам. С таким предложением выступил руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев. Он отметил, что заболеваемость новой коронавирусной инфекции в республике продолжает расти. За прошедшую неделю она выросла на 16%. Рост регистрируется в возрастных группах от 18 до 64 лет. Вот что об этом сказали в пресс-службе правительства. Поручено рассмотреть возможность внедрения с 1 ноября системы QR-кодов, содержащих сведения о получении полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции, либо сведения о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании для пропуска людей в предприятия общественного питания, сауны, солярии, салоны красоты, спа-салоны, массажные салоны, компьютерные клубы и музеи. Решение о целесообразности введения системы QR-кодов будет принято на ближайших заседаниях оперативного штаба. В центре Улан-Удэ возле торгового центра «Форум» фура перегородила проезжую часть. Судя по всему, машина сворачивала со стороны площади Советов в направлении улицы Смолина. Автомобилю не хватило пространства для поворота, и проезжая часть оказалась заблокирована. В комментариях под видео многие улан-удэнцы посочувствовали водителю большегруза. Надо помочь ему, а не осуждать. Мне тоже его жалко. Заблудился. У нас в городе нет знаков для иногородних, куда ехать и как объехать. В других городах нет такого и есть объездные дороги. К слову, похожее ДТП, но уже с участием легковушки и инкассаторской машины произошло два дня назад на развязке элеватор-жетый вокзал. Редкие яки-двойняшки родились в этнографическом музее народов Забайкалья. Парами детенышей появляются с вероятностью один к тысяче. Вот что об этом сказали сотрудники музея. У нас пополнение два маленьких яка – девочки. Физиологически все в норме. Двойни – это редкость. Роженицу с малышами перевели в отдельный вольер для удобного наблюдения. Заботливая мамаша оберегает малышей, иногда даже не допускает персонал к ним. Малышам нет еще и месяца, но они уже активно наедают жирок перед зимой. Мама-як тоже чувствует себя отлично. Молока много, она здорова. Имена малышам пока не придумали. К тому же не факт, что они останутся жить здесь. Через три месяца, когда окрепнут, их могут передать в зоопарк. Но если территорию живого уголка музея расширят, то уезжать из дома будет необязательно. Доказательства тому, что мечты сбываются. 40-летний иркутянин Владимир Томилов – большой фанат скандинавской мифологии. Однажды он решил смастерить себе настоящий дракар. Нашел в интернете чертежи, купил доски. На все про все у него ушло 3,5 года и 150 тысяч рублей. Работу он завершил в июле. У начинающего кораблестроителя взял интервью телеграм-канал «Шот». Сколько я себя помню, с самого раннего детства хотелось иметь корабль. Сначала начал кузнечным искусствам увлекаться. Какое-то время мастерил всякие предметы, оружие, доспехи. Где-то около двух лет. А потом подумал, почему бы и лодку не построить. Вчера судно, которое назвали «Ворон», спустили на воду. И создатель дракара вместе с командой проверили его на прочность. Сейчас корабль отбуксирован к реке Ангара. Следующим летом пойдем на Байкал под парусом. Полноценный поход. Недельный, может быть, двухнедельный. Он помог реализовать этот проект. Боги Асгарда.